Антон, ты даже не понял, в чём ты не прав был? Короче, если честно, то я уже сама не помню, на что я обиделась. Я просто каждый день обижаюсь, а потом не помню, на что. Но тут главное не подавать виду. Короче, Антон, ты можешь делать, как ты хочешь. Меня бесит этот факт, что он всегда делает, как он хочет. А нужно делать, как я хочу. Ну, если он делает, как я хочу, может, это не понравится? Короче, пусть он будет делать, как он хочет. Причём, может, и делать всегда, как девушка хочет. Ну и куда ты собрался? Опять к друзьям своим? Я так и знала, что они тебе дороже, чем я. Если честно, то я ничего не могу, брат, к его другу. Но просто меня бесит сам факт, что он там где-то веселится, а я сижу дома одна. Нет, ну и меня это бесит, вот если честно. Антон, мне кажется, что ты меня вообще не любишь, ты мне не уделяешь внимания. Короче, это сейчас я специально всё делаю, чтобы он почувствовал себя виноватым, и чтобы он подарил мне подарки. Я просто недавно ходила к магазину, у меня дела с ума, сейчас выпрошу у него. Ты постоянно со своими друзьями, ты постоянно сидишь в телефоне. Я тебе вообще неинтересна. Почему так происходит, ты можешь мне объяснить? Антон, ты зачем пришёл-то? Загорать с тобой. Да ты лучше иди с друзьями в баре, тусаните. Я тут одна позагоралась. Ха, отлично! Антош, заказывай всё, что хочешь, на отдыхе плачу я. Блин, ты можешь мне сфоткать нормально? Сфоткай меня на фоне моря. Сфоткай! Сфоткай меня, чтоб ноги были длинные. Сфоткай! 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 Антон, ну чё мы постоянно на пляже лежим? Пошли уже спортом, что ли, займёмся? Да ладно тебе, отдыхай, поспи немножко, хорошо же так. Блин, ну я не могу, как ты, постоянно лежать. Я пойду спортом лучше займусь. Расскажь потом. Больше не могу, сейчас задохну. Ну чё, как активный отдых? Вообще огонь. Шульна, сегодня с тобой 11 месяцев, поэтому прощи всё, что хочешь. Прям всё-всё-всё? Да. Покажи мне свои переписки. Антон, ну так что ты мне переписки покажешь? Нееее! Ты помнишь, что мы с тобой завтра в Испанию летим? Да, конечно, да. А ты вещи собрал свои? Ага. С канала. Короче, я пока за купальником съезжу. Да, супер. Антон, кстати, я на мотель уже забронировал. Ага. Кстати, закажи, пожалуйста, такси на утро, чтобы мы не ждали. Да, ты что сделал? Антон, начать собраться? А ты куда собралась? В смысле тебя? Мы в Испанию договаривались лететь. Да, ты уже ждёшь от подъезда. Опять ты, значит, в своих играх и меня не слушал? Тебе мороженое. Спасибо. Лё, да. Привет, Сашуль. Там новый фильм вышел, который ты очень ждала. Пойдём, посмотрим. Не, я сегодня очень зенитая. Давай в другой день. Ага, пока. Машка, привет, что делаешь? Давай увидимся, а ты мне делать вообще нечего. Сашка, ты такая красивая сегодня. Да, впрочем, как и всегда. И такая милая. Вообще, мне так с тобой повезло. Боже, какой он нудный. Что, ты тоже хочешь? Ну на. Алё. Алё. Антон, привет. Это кто? Саня? Мя, здорово. А не хочешь куда-нибудь следить? Там зоопарк, кино. Да нет, Саня, ты сегодня с пацанами тусуй. Давай в другой раз. А, ну ладно, давай. Саня, ты чего у тебя с лосами-то? Да я прошу. На барана похожа. Пофиг, пофиг. Короче, вчера с пацанами так. Да он же идеальный. Лицом герьмище, ты прикинь герьмище. Алё, да. Алё, так, привет. Просыпайся, пожалуйста, у меня срочный вопрос к тебе. Антон уехал сейчас в клуб. Я не знаю с кем, трубки он не берёт. Да может, чем мне делать? Дома остаться или ехать туда? Так. Значит, слушай сюда. Езжай за ним в клуб. Жди его там. Встретишь. Вам надо поговорить. Прямо сто процентов? Да, сейчас самое удачное время. Я так считаю. Я бы так и поступила. Прямо сейчас? Да. Ну ладно, я так и сделаю. Смотри, кто мне лайк поставил. Офигеть. Ага. Слушай, кстати, а что он брал тогда? Да капец полный. Я приехала туда, сказал, что я истеричка ненормальная, что я постоянно за ним слежу. И нахрен вообще я попёрлась туда. Короче, она обиделась. А реально, а нахрен ты туда попёрлась, Саш? Кто тебе такой бред вообще мог посоветовать? Ты мне, ты мне сказала. Я тебя послушалась. А что ты слушаешь? Я не понимаю, непонятно кого. Вообще, конечно, удивительный человек. Я тебя послушалась. Обалдеть, конечно, Саш. Ага. Господи, какой ты у меня милый. Маша, это кто? А, твоя подруга? Ну понятно. Это мне лучший подарок в мире, который я когда-либо получала. Вечером с друзьями встретишься? Ну ладно, хорошо вам время провести. Да нет, что ты, я вообще не пью. И ты хочешь сказать, что это всё? Реально всё? Постоянно со своими друзьями время проводишь. Мне не важно, что вы видитесь раз в неделю. Мне вообще наплевать. Я не поняла, кто такая Настя. Почему в 43-й аудиозапись у тебя имя Настя? Давай, споконно ночи. Нет, ты первый клади. Что, вообще меня не уважаешь? Откуда ты? А это ещё? Лето уже закончилось. Ты ни разу не скупался. Ну всё, не снова в казино. Мне там вчера так понравилось. Думаю, и так 350 евро проиграли. Хватит, может, уже. Да в смысле? Ну всего лишь 350. Ну это же немного. Ну это почти 25 тысяч рублей вообще-то. В смысле 25 тысяч рублей? Так это что получается? То есть мы могли купить мне сумку, Майкл Гош, но мы её мне не купили. Ты чё, офигела? Ну да, могли. Нифига, мы всё на красное ставим. Сейчас точно выпустят красное. Мы поедем выигрывать деньги. Ну, скорее всего, не выигрывать, а проигрывать. Если ты миллион евро выиграешь, что ты купишь первым делом мне? Что ты купишь? Билет домой. Это смешно, зачётная шутка. Ну чё, ты готова? Пойдём. Ты чё, придурок, что ли? Ты зачем себе бороду нарисовал? На твоём месте, девушка с нарисованными бровями, я бы вообще молчал. Ты чё делаешь? На-нах. Ты чё сделал-то? Ну чё, пацаны, давайте себе тоже бороду рисовать. Как тёлки себе вообще всё рисуют. Зачем ещё один магазинчик зайдём? Какой ещё магазинчик? Нет, никаких магазинов, никаких магазинов. И вот это тоже хочу. И вот это хочу. Саша, ну как? Как-как? Как всегда, и реально. Ты что, сфоткала? Всё, сфоткала, сфоткала, уходим. Мам, ну закрой. Ой, да господи, кому ты нужна? Что-нибудь подошло? Нет, ничего не подошло. Всё, отвратительно сидит. А ты чё-то её кто-то не купила? Была бы она немножко другого цвета, да и я была бы на размер похудее. Ну и фасон бы другой. Тогда, может быть, и купила бы. А так, не судьба. Ну что, Саша, подошло? Ежедневно. Сколько? Пять тысяч за какую-то тряпку. Дождёмся скидок, потом купим. А что мне можно надеть? А накраситься как? А поговорить мне с ним о чём? Опаздываю! Чуть-чуть для блеска глаз и для походки лёгкой. Какие девушки, как я перед свиданием никогда не волнуйся. Прыщи! У меня же сегодня свидание! Алло, да, ну я уже готова, мне можно выходить? А, планы появились. Ну давай, в другой раз. В таком-то возрасте Все средства хороши. Хорошие девчата, Заветные подруги, Приветливые лица, Огоньки, Весёлый глаз. Лишь мы затянем песню, Как все скворцы в округе Голосами свои. Красивый, молодой, талантливый, Амбициозный, В будущем очень богатый. Это знаете кто? Сын лучшей подруги моей мамы. Сашенька, ну давай я тебя с ним познакомлю. Я говорю, мам, не надо. Ну давай, я говорю, не надо. Ну давай, я говорю, не надо. Мам, ну он прыщавый. Да он не прыщавый. Это у него переходный возраст. Я говорю, мам, какой переходный возраст? 18 лет уже, Всё, нет никакого переходного возраста. Ну, Сашенька, ну сходите с ним погулять. А может, и в гости с тётей Ларисой позвать? Мам, какие гости? Какая тётя Лариса? Нет. Не, ну мальчик, ну Витька очень хороший. Ну присмотрись. Ну такой парень-то золотой. Ну посмотри на него. Ну очень хороший. Ну прям такой... Ну и вы смотришься. Я говорю, мам, мы не смотримся. Ну смотришься. Взрослым виднее. Не спорь. Я говорю, мама. Взрослым виднее. Не спорь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова